Москву подрывают пожары на военных заводах. Россия перебросит десятки тысяч солдат к границам НАТО. Сенат США озвучил вердикт касательно помощи Украине. Самые актуальные новости озвучиваем и анализируем здесь и сейчас. Это программа 20 минут. Я Ирина Узлова. Не кошмар, не закошмаренным будешь. В Москве на Ленинградском проспекте, просто-таки два в одном, воспламенился завод горе и тревогу приносящих миг. Туда спешили пожарные. Причину пожара решили окрестить как неизвестную. По предварительным данным, огонь возник в реконструированном цехе, пристроенном к действующему корпусу завода. Также указывается, что возгорание произошло на втором и третьем этажах здания, а площадь пожара в целом составила около 70 квадратных метров. Причина пожара пока остается неизвестной. По состоянию на 13.00 проводится эвакуация. К месту происшествия едет несколько пожарных бригад. Есть риск перехода огня и на другие здания завода, говорилось в сообщении российских медиа. Спустя полчаса сообщили, что открытое горение на территории завода МИГ в Москве якобы ликвидировано. Кровля продолжает леть. Пожарные пытаются предотвратить распространение огня на соседние здания. Разбирают кровлю и проливают перекрытие, чтобы огонь не пошел дальше, говорилось в более свежем сообщении. Акционерное общество российская самолетостроительная корпорация МИГ – это российская авиастроительная компания, которая занимается конструированием, изготовлением, поддержкой и ремонтом самолетов МИГ различных модификаций. МИГ-35 считается новейшим и флагманским продуктом предприятия. Российские оккупанты перманентно поднимают в небо истребители МИГ-31К, из которых запускают к тому же ракеты «Кинжал» по Украине и по мирным городам. Самолет способен наносить удары ракетами с дальностью 2500 км. Пропагандисты РФ в ноябре прошлого года заявляли, что новейший МИГ-35 применялся оккупантами против Украины в ходе полномасштабной войны. Дискать испытания еще не завершены, а истребитель уже применялся. Нету яиц и курицы переходят на горох. Только так можно объяснить новую лживую версию россиян о пожарах на их нефтебазах, которая звучит как, внимание знатоки, плановый выброс газа. В Москве ночь 13 февраля знатно заполыхала также в районе нефтеперерабатывающего завода «Газпромнефть». Небо возле предприятия разразилось огненным заревом, а об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю. Зарево окрасило все небо незабываемыми красками. Россияне, впрочем, мощное возгорание назвали плановыми работами. Конечно, плановые. Конечно, верим. Вот только план вновь написан не в Кремле. «Газпромнефть» Московский НПЗ – это дочернее предприятие компании «Газпромнефть». Установленная мощность завода – 12,5 млн тонн нефти в год. Он производит автомобильные бензины, дизельное, судовое и авиационное топливо. Мазут, высокооктановые добавки для автомобильных бензинов, битумы и газы различного назначения. Завод обеспечивает около 40% потребностей столичного региона в нефтепродуктах. Ранее вице-премьер Михаил Федоров заявлял, что Украина будет производить тысячи дронов дальнего действия в этом же году, которые способны достичь и Москвы, и Санкт-Петербурга. И там уже готовятся заранее. Хоть в чем-то сохраняет РФ лидерские позиции. В страхе, панике, давании задних. Коронавирус уже не страшен, а вот вирус с неба, боясь, нагнал еще какую. Власти Ленинградской области запретили проводить публичные мероприятия на открытом воздухе в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в протоколе заседания оперативного штаба Ленинградской области. Согласно документу, опубликованному 12 февраля, официально объявленный запрет вступил в силу с 8 числа и действовать будет до 1 мая. А там и до скрепного 9 продлят. Ведь бункерному надо на публике будет своим плешем засветить безопасно. Представители пресс-службы правительства области ранее отмечали, что такое решение было принято в связи с угрозой террористических акций и других провокаций. Власти Гатчины рекомендовали отменить экологический митинг, который прошел 11 февраля. Несмотря на согласование мероприятия, администрация потребовала от организаторов предоставить договор об охране участников, включающий отслеживание соблюдения запрета на беспилотные летательные аппараты. Организаторов обязали предоставить договор об охране участников митинга, включая меры по контролю за использованием беспилотных аппаратов. Почти два часа длилась демилитаризация Курской области. Еще не так талантливо, как губернатор Белгородщины Настоящий Гладков, но уже вполне убедительно писал постик новой реальности губернатор Курщины Роман Старовойт. Ракетная опасность. В Суджанском районе запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами, коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. А как же укрытия? Где же они? Не достроили? Разворовали? Жить стало лучше, жить стало веселее. На Уралвагонзаводе в РФ приезда Путина ждут как праздника, даже больше, чем зарплаты. Ведь ее можно и не дождаться, если вдруг правильно не потешишься в визиту бункерного. На Уралвагонзаводе перенесли день выплаты зарплаты из-за ожидаемого визита президента РФ Владимира Путина или человека, похожего на него. Эти должны или этот посетить предприятие в Нижнем Тагиле 15 февраля. В связи с этим рабочих предупредили, что выдача зарплаты будет производиться в кассе только лишь 16 числа. Также в день приезда Путина вход на Уралвагонзавод будет доступен только через центральную проходную, а парковку рядом с предприятием закроют. Кроме этого, работникам запретили приносить себе большие сумки на рабочие места. А вдруг взрывчатка в самом деле? Ведь царька феерично любят все и каждый. Самих сотрудников завода заставили сдать ПЦР-тесты. Тестирование проходят те, кто будет на сменах в день приезда главы государства РФ. Также всех предупредили, что в связи с требованиями по безопасности рабочих попросят не покидать свои места, рассказал источник издания «Урару». Путин может также посетить Верхнюю Пышму, где находится завод «Уральские локомотивы». Около 15-20 сотрудников предприятия из числа топ-менеджеров и обычных работников в связи с этим были отправлены на самоизоляцию, отметил источник издания. Путин собирался посетить крупнейший танковый завод России и пообщаться с его работниками еще в конце 2022 года. Однако в последний момент его визит в Нижний Тагил был отменен. При этом в ходе подготовки к приезду президента сотрудникам Уралвагонзавода запретили перемещаться между цехами, а над самим Нижним Тагилом установили бесполетную зону. После начала войны в Украине сотрудников Уралвагонзавода перевели на 12-часовой рабочий день и 6-дневную рабочую неделю, что вызвало недовольство. В конце января Путин посетил Калининград. Напомню, там он встречался со студентами Балтийского федерального университета. Перед этим студентам тоже запретили покидать общежитие до окончания визита президента запретительной федерации и закрыли все входы, кроме одного, не будем уточнять какого. Комнаты в общежитии потребовали не запирать на ключ, чтобы обеспечить доступ в них в случае необходимости. Помимо этого студентам нельзя было вызывать скорую помощь, заказывать доставку еды, стирать и принимать гостей в течение двух дней. И дышать по расписанию. Тем временем в ЦИК РФ поступил отказ от участия в дебатах кандидатов президента Путина. Конечно, а зачем же что-то говорить, если и сказать давно уж нечего. А главное, с кем-то, если почти всех, даже еле приметных конкурентов, удалил задолго до своего переназначения, именуемого почему-то выборами. Очевидно, в Кремле просто-напросто испугались выпускать Путина на дебаты и придумали нелепую отговорку. Род российского диктатора Пескова, отказ Путина от участия в дебатах, объяснил большой бедой россиян. Точнее тем, что на их горе и пропащие перспективы они имеют возможность видеть выступления Путина на ежедневной основе. Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов, подчеркнул Дмитрий Песков. Кандидатов, которых никто не видит, потому что их просто-напросто нет. Увидим мы деньги и помощь. По крайней мере, их очертания виднеются на горизонте. Почти 60 миллиардов долларов почти в кармане. Сенат Соединенных Штатов Америки в финальном голосовании поддержал законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 миллиардов долларов, 60 миллиардов из которых для Киева. Далее законопроект должна утвердить Палата представителей. Для направления законопроекта о Палате представителей законодатели должны были набрать 60 голосов. За выступили 70 сенаторов, против 29. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Сенат за выделение военной помощи Украине, однако подчеркнул, что решение еще не окончательное. Зеленский добавил, мир ждет, что американское лидерство и в дальнейшем будет твердым, и будет помогать защищать жизни и беречь свободу. И есть позитив из Соединенных Штатов. Щойно Сенат проголосовал за продолжение поддержки нашей страны, наших воинов. Решение, за которым мы очень много работали, решение, которое ожидали не только мы, но и много других народов, в частности, в Европе. Свет, который ждет, что американское лидерство и надея будет твердым, и помогает защищать жизнь и беречь свободу. Это действительно додает уверенность и мотивацию. Я дякую лидеру большинства в Сенаті Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконелу за решучесть и морально сильный выбор. Демократия точно выстоять. Дякую каждому из 70 сенаторов, которые проголосовали позитивно. Украина очень это ценит. Это был первый шаг. Далее Палата представителей, голосование конгрессменов там. И вот именно следующий шаг может быть немного шатким. Джонсон еще до голосования не удивил и продолжил в духе злобном и непритязательном. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон разнес законопроект с помощью Украины перед финальным голосованием в Сенате, писал об этом издание Washington Post. По словам политика, Сенат не получил никаких изменений в пограничной политике, поэтому Джонсон заблаговременно отклонил пакет, заявив, что неспособность урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей. Поскольку Сенат не получил никаких изменений в пограничной политике, Палата должна будет продолжать работать по собственному желанию по этим важным вопросам. Америка заслуживает большего, чем статус Кво Сената. Сенату следовало вернуться к чертежной доске, чтобы внести поправки в текущий законопроект, включив в него реальные положения о безопасности границ, которые действительно помогут положить конец нынешней катастрофе. Впрочем, Джонсон работает не по собственному желанию, а по щучьему велению, точнее по желанию и мановению Трампа. Чем, собственно, ставит под угрозу без того уже пошатнувшуюся репутацию США как мирового лидера? Анализирует внутренние колебания в американском политикуме в преддверии выборов дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко. Этот вопрос очень политизирован. Джонсон рассказывает о защите национальных границ. Но там об этом речи не идет. Это не имеет смысла. Они хотят решить вопрос с южной границей. Это как раз рычаг давления на администрацию демократов. Если они проголосуют за эту помощь, то потеряют рычаг давления. Поэтому будут выдвигать новые требования, что-то придумывать, да и блокировать этот вопрос. Им подавали этот вопрос вместе с границей и отдельно без границы. Им не подходит ни то, ни другое. Там даже общая группа демократов и республиканцев словно наработала новое соглашение. Они пришли к согласию, но в результате не проголосовали. Республиканцы обнаружили слабое место в политике демократов. И если не будет проголосована эта помощь, Соединенные Штаты будут терять лидерские позиции в мире. На месте ярых республиканцев мы бы сейчас думали не о политических баллах, а о нарастающих рисках, градус которых все выше. Россия перебросит десятки тысяч солдат к границам, чтобы готовиться к войне с НАТО. К военной конфронтации с Западом Кремль готовится в течение следующего десятилетия. И его может сдержать только встречное наращивание вооруженных сил, предупреждает служба внешней разведки Эстонии, сообщает об этом Ройтерс. По словам руководителя разведывательной службы Эстонии Каупо Рассина, все больше западных чиновников предупреждают о военной угрозе со стороны России странам на восточном фланге НАТО, призывая Европу подготовиться и перевооружиться. Он отметил, что такие предостережения основываются на планах РФ удвоить количество войск, размещенных вдоль границы с членами НАТО, Финляндии и странами Балтии. Россия выбрала путь долгосрочной конфронтации, и Кремль, вероятно, ожидает возможного конфликта с НАТО в течение следующего десятилетия или около того. Однако военное нападение со стороны России является маловероятным в краткосрочной перспективе, частично из-за того, что страна-агрессор вынуждена держать войска в Украине и будет оставаться маловероятным, если наращивание российских войск будет соответствовать наращиванию сил в Европе. Если мы не будем готовы, вероятность будет гораздо выше, чем без какой-либо подготовки. Россин также отметил, что вряд ли России удастся осуществить прорыв до президентских выборов в марте, поскольку для этого необходимо мобилизовать значительно больше войск. После оккупации Крыма России в 2014 году Эстония и другие страны Балтии повысили свои военные расходы до более 2% своей экономики, а союзники по НАТО увеличили свое присутствие в этих странах. Германия планирует разместить в регионе 4800 боеспособных военнослужащих до 2027 года, что станет ее первым постоянным зарубежным развертыванием со времен Второй мировой войны. Ранее генсек НАТО Йенс Толтенберг заявил, что Альянс должен готовиться к возможной десятилетней конфронтации с Россией, поскольку ее агрессия может распространиться и на другие страны, если диктатор Путин победит в Украине. На заборах тоже ищут. Психологические расстройства налицо не только у Путина, но и у его приспешников. Со всей мощи и дури демонстрируют видимость бурной деятельности. Постоянно кого-то ищут, расстреливают, снова оживляют, снова ищут. Такой шизофренический круг. МВД России разыскивает не менее 160 европейских политиков и чиновников из-за сноса советских памятников, в том числе премьер-министра Эстонии Каю Калас, которая стала первой главой государства в списке. Базу данных МВД проанализировала издание «Медиазона». В розыск европейские политики, как правило, попадали после публичных поручений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, напоминает «Медиазона». Публично об этом не сообщалось. В августе 2022 года Калас высказалась за перенос советского танка из Нарвы. Намерения правительства были очень ясны. Убрать советские памятники для того, чтобы сохранить мир, сделать это нужно как можно скорее. Наше желание решить данный вопрос окончательно, говорила она. В декабре 2022 года Бастрыкин поручил заняться властями Эстонии в связи с составленным в стране списком советских памятников, подлежащих сносу. Помимо Кала, журналисты обнаружили в базе госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. Также в списке разыскиваемых оказались 83 политика и чиновника из Латвии. В мае 2022 года семь страны проголосовал за выход из договора с Россией о сохранении мемориалов. Это позволило сносить в Латвии советские монументы. За тогда высказались 68 депутатов. В российский розыск объявили 59 из них. Кроме того, в розыске оказались 15 муниципальных депутатов из Риги, принимавших решение о сносе памятникам советским солдатам. По той же причине, пишет Медиазона, в базе оказались 29 политиков из Литвы, в том числе Меркла и Педы, где в июле 2022 года демонтировали мемориал советским солдатам. Три польских чиновника и 43 политика из Украины, которая после начала войны активизировала снос памятников советским и российским деятелям. По состоянию, на феврале 2024 года в базе розыска МВД, которую выгрузила и опубликовала Медиазона, больше 700 иностранцев, которых разыскивают из-за войны в Украине или по политическим делам. Всего в базе почти 96 тысяч записей. Работают не братья. Еще одно украинское знамя возвращается на свое законное место. А в Крынках Херсонской области на левом берегу Днепра бойцы ВСУ подняли еще один флаг Украины. Еще один флаг Украины в Крынках поднят на одном из самых высоких объектов водонапорной башни. Об этом сообщает ресурс Deep State. При этом уточняется, что удачными действиями отличились бойцы морской пехоты из 35-й отдельной бригады. Кадры с поднятием нового флага Украины в Крынках говорят о расширении плацдарма в этом населенном пункте. Напоминаем, что бои продолжаются и до освобождения еще много работы. Бойцы напоминают, что Херсонщина – это Украина, пишут авторы сообщения. «Впервые за два года из Авдеевки вывели некоторые подразделения для полноценного отдыха и ротации. Прибыло подкрепление. Из Авдеевки вывели некоторые подразделения 110-й отдельной механизированной бригады для отдыха и ротации», заявил начальник службы связи с общественностью бригады Иван Сикач. По его словам, к ним прибыло подкрепление. «Я не буду говорить, что это за подразделение. Пусть подразделение само определяет, когда объявит. Но это мощная поддержка, и нам стало немного спокойнее», – сказал он. «Спикер заявил, что сейчас продолжаются бои за город, оккупанты пытаются лезть и перерезать линии снабжения, хотя там есть другие варианты», – добавил Сикач. По его словам, у них пока нет достаточных возможностей, чтобы выполнить задачу по удержанию Авдеевки, но приходит подкрепление и рассчитывает на дружественные подразделения. По данным Форбс, Украина укрепляет Авдеевку. Есть все основания полагать, что мы перебросили туда одну из лучших бригад, третью отдельную штурмовую. Ситуация тяжелая, но контролируемая. Как повлияет ротация и подкрепление на расстановку сил Авдеевки, мы спросили главу Совета резервистов сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка. И вот, что он ответил. Ротации происходили постоянно, насколько это было возможно. Были ротации пехоты, техники другого оснащения. То есть, все составляющие обороны Авдеевки всегда находились в движении. Просто сейчас большое внимание приковано к Авдеевке, поэтому военное командование должно сообщать об изменениях, чтобы в обществе не было напряжения. Оборона Авдеевки за последние месяцы приобрела характерные черты. В соответствии с этими особенностями планируют оборонительные и контрнаступательные операции. Также работает система логистики. Было несколько путей, которыми происходило обеспечение бойцов, хотя внимание было приковано только к одному из них. То есть, происходили ротации. Оно возвращается. Российская 155-я бригада морской пехоты может получить статус самого неудачного формирования за время полномасштабной войны против Украины. Как пишет Форбс, бригада несколько раз получала приказ о прямых штурмах украинских сил, которые закрепились, и понесла разрушительные потери. Подразделения нуждались в восстановлении несколько раз. В марте 2022 года эта трехтысячная бригада понесла 20% потерь во время боев под Черниговщиной. Через 8 месяцев, в ноябре 2022 года, восстановленная бригада теряла около сотни человек в сутки в течение четырех дней во время штурма украинского гарнизона в Павловке, на юге Украины. Через три месяца после этого бригада повернула на север, чтобы атаковать украинцев в Угледаре. Несколько раз в течение ноября подбитая 155-я штурмовала горы танками и БМП, и каждый раз штурмовые колонны натыкались на украинские мины, артиллерию, ПТРК и беспилотники. Каждый раз 155-я отступала, оставляя машины и тела. Впрочем, в этом месяце бригаде фактически удалось захватить несколько кварталов украинского опорного пункта, да и это произошло только потому, что российские снайперы не дали морским пехотинцам другого выбора, кроме как двигаться вперед. Павловка, в конце концов, упала в прошлом году, Угледар так и не упал. Когда 155-я бригада фактически была израсходована, Кремль восстановил ее снова и снова и передистанцировал на 16 километров на север, пишет Форбс. Сейчас бригада пытается снова захватить еще один украинский опорный пункт, населенный пункт Новомихайловка, где расположены гарнизоны 116-й территориальной бригады и 79-й десанто-штурмовой. Издание называет 155-ю бригаду РФ неиссякаемой, ведь ее постоянно восстанавливают. Недавно в сети появилось видео, на котором морские пехотинцы жаловались на то, что они были мясом в печально известных местных атаках. Штурм украинского гарнизона в Новомихайловке билет в один конец, заявляли морские пехотинцы. На этом участке 155-я попала снова в минные поля и зоны поражения беспилотников. Только за этот месяц морская пехота снова потеряла несколько десятков танков, боевых машин, БМП и бронированных тягачей МТЛБ и, предположительно, десятки военнослужащих. А говорят, снаряд дважды в одно место не попадает. Одна штурмовая группа из 12 оккупантов была уничтожена, выжили только трое мужчин. Эвакуация раненых там не предусмотрена, зато морпехи взяли под свой контроль несколько улиц на восточной окраине населенного пункта, составляющих примерно 10% его общей площади. 10%? Пехота пошла вперед лишь потому, что не имела выбора. За бригадой во время последних штурмов шел так называемый заградительный отряд со снайперами. Они получили приказ стрелять по отступающим. Они не считают нас людьми, мы хотим, чтобы это прекратилось, сказали морские пехотинцы. Издание отмечает, что это не остановится. Об этом свидетельствует кровавая история 155-й бригады. Впрочем, за людей в России давно не считают никого, как и самих людей. Когда побед нет и идеология покрылась нафталином прошлого, пора еще больше закручивать винтики репрессивной машины, пока голову не свернут. Ото второв доносов и возрождение ГУЛАГа, которые прикрываются фиговым листком защиты государственной безопасности от рептилоидов и вражеского запада. В России необходимо установить государственную идеологию, вернуть цензуру для полного обеспечения суверенитета страны, заявил лидер партии «Справедливая Россия» за правду Сергей Миронов. По его словам, которые приводит коммерсант, с момента распада СРСР россиянам запрещали думать иначе, нежели в парадигме западных идеалов. Однако после вторжения в Украину появилась возможность это исправить, поскольку мир стал иным. С точки зрения Миронова, для начала нужно вести госрегулирование в сфере культуры. С учетом приоритета, говорит он, духовно-нуранственных ценностей, скрепы в каждую песнь. Чтобы начать работу над изменением законодательства, партия обратилась к услугам экспертов. Разработку рекомендаций провели специалисты Российского государственного социального университета за 1 миллион рублей. Но, впрочем, за ценой репрессии в России не постоят. Миронов также заявил о необходимости установления госидеологии. Он оговорился, что она не будет обязательной, поскольку каждому в голову не залезешь. Следовательно, такой шаг не нарушит вторую статью Конституции. Также Миронов выступил за возрождение цензуры, хотя она тоже запрещена основным законом страны. При слове цензура многие вздрагивают, говорит он. Но вот последнее исследование ВЦИОМ показало, две трети граждан абсолютно спокойно к этому относятся, отметил он. Конечно, спокойно, отмечаю я, ведь рот боятся открыть, чтобы 10, 20, 30 лет потом не провести в тишине и покое российских тюрем. Кроме того, Миронов предложил проводить 5-минутки общественных советов при телеканалах в прайм-тайм, чтобы указывать зрителю на пошлость, гнусность и безобразие в просмотренных программах. На этом креатив репрессий в РФ не заканчивается. Камеры для слежки за россиянами научат подслушивать и искать неблагонадежных по походке. Бывшая дочерняя структура Сбербанка, Центр речевых технологий, доработает системы видеоаналитики ВИЗИР в рамках проекта «Безопасный город», добавив возможность распознавать силуэты людей и звуки. Сейчас эта система широко используется в рамках безопасного города в различных регионах России. Да, а вдруг рептилоиды, включая Москву и Санкт-Петербург? Эта биометрическая система компьютерного зрения внедрена в более чем 400 проектах по всей стране России. В столице она используется, в том числе, для определения места жительства призывников. До июля 2024 года технологию ВИЗИР снаблят функциями силуэтного анализа, возможностью распознавать особенности походки и нестандартное поведение. Цель репрессий – репрессии, цель пытки – пытка, цель власти – власть. Джордж Оурелл, английский писатель и публицист. Друзья, наша цель – всегда информировать вас о самых главных событиях в Украине и в мире, поэтому будем рады видеть вас завтра вновь. Это была Ирина Узлова, наша программа «20 минут». Увидимся и победим! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...